Эти четыре истории глубоко трагичны, потому что закончились гибелью людей. При этом виновники аварии находились за рулем не просто под шофе, а в глубоком опьянении. По крайней мере, в трех ДТП это было установлено еще до суда. Поэтому справедливым кажется приговор Михаилу Ефремову, любимому многими актеру, который получил 8 лет лишения свободы в колонии общего режима за аварию, в которой погиб водитель другого авто. Да, его дело стало показательной поркой. Телеканалы и интернет-СМИ воспользовались поводом и устроили настоящую травлю Ефремова. Но, как бы то ни было, справедливость восторжествовала. Заметьте, авария случилась 8 июня, а уже 8 сентября был вынесен приговор. А 8 лет это по сложившейся отечественной практике вообще максимальный срок, который дают наши суды за пьяные ДТП с погибшими. То есть Ефремов получил по полной программе. Это Москва. Посмотрим, что у нас. В Архангельске буквально вчера вынесен приговор тоже по резонансному ДТП в отношении Константина Худякова. Это архангельский бизнесмен, сбивший 22 февраля на пешеходном переходе 65-летнюю зоозащитницу Ольгу Шестакову с двумя собаками и скрывшись с места ДТП. По первоначальной информации он был пьян, но доказать это, судя по всему, не удалось, поскольку полиции мужчина сдался только на следующий день. Вину свою признал и, похоже, сильно сотрудничал со следствием. Вот и в суде был очень правильным. Я приношу всем свои извинения и всем автомобилистам желаю только одно – будьте внимательны и очень аккуратны. Не делайте тех ошибок, которые сделал я. Приговор исключительно мягкий, особенно в сравнении с Ефремовским. 5,5 лет в колонии и поселении. И 2 миллиона компенсации морального вреда родственникам. Даже гособвинитель дал понять, что не очень доволен. Стороной обвинения было запрошено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев и лишение права управления транспортными средствами на 2 года 10 месяцев. Что касается справедливого или несправедливого наказания, оценку приговору государственное обвинение даст после поступления приговора в прокуратуру города и его анализы и изучения. С момента аварии 22 февраля и до приговора 21 сентября прошло ровно 7 месяцев. А теперь в Котлас. Мы все в ожидании двух громких судебных расследований в отношении пьяных водителей. Дата одного заседания назначена. 8 октября в Коряжемском городском суде начнется рассмотрение дела Сергея Угрюмова, пока он свободно прогуливается по дачному поселку. 15 февраля между Чернигами и Доком пьяный Угрюмов сбил насмерть 22-летнего Владимира Волоскова, который шел по обочине в попутном направлении. К началу судебного разбирательства после аварии пройдет почти 8 месяцев. Посмотрим, насколько суровым будет наказание. Второе уголовное дело, за которым еще более внимательно следит весь город, в отношении жителя Ухты, Никиты Князькина. И тут пока все очень туманно. Хотя трагедия произошла давненько, 15 ноября 2019 года, то есть уже больше 10 месяцев назад. Князькин в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем и на высокой скорости столкнулся со встречной машиной. В результате он и его пассажир были травмированы, но выжили. А девушка-водитель второго авто и две ее пассажирки погибли. Следствие по делу закончено, материалы переданы в суд. Но на первое же заседание князь Кинозухты не приехал. Прислал справку из больницы о том, что не выдержит переезда. И следующее судебное заседание перенесено на неопределенный срок. То есть, теперь все мы ждем, когда этот человек поправится. Ровно два месяца назад мы записали интервью с родственниками погибших девушек, в котором они искренне недоумевали, почему их девочки давно лежат в земле, а тот, кто их туда отправил, может позволить себе сколь угодно долго тянуть время и избегать правосудия. Просто само даже отношение немножко бывает, обижает. То есть, вроде мы-то и не виноваты, мы пострадавшие, а отношение всего везде получилось не очень приятно. Мы ждем помощи от этих структур, которые должны помогать. Не дай бог, на самом деле, оказаться по эту сторону баррикад, на которых мы сейчас находимся и начинаем тут какие-то разбирательства. Но в целом, мне кажется, еще нет такого слова они придумали, чтобы хотя бы как-то это в малой степени описать. На тот материал откликнулся Артем, бывший житель Вычигодского, теперь проживающий в Ухте. Он рассказал, что своими глазами видел Князькина, и тот не выглядел человеком, который не может самостоятельно передвигаться. Это молодой человек, я как бы визуально знаю еще до этой всей истории. Город у нас тоже небольшой, Ухта. И вот я сейчас был на больничном, приходил, значит, в больницу на прием. В последний раз, когда я был, я вот его встретил. То есть, была большая очередь, я стоял в самом конце этой очереди. Открылся лифт, вышел этот человек, я его узнал по глазам, по прическе. То есть, у меня маска была одета. Я-то сразу понял, что это он. В общем, у него не костыли, а вот такие, как бы, тросточки. Такие, знаете, чтобы поддерживать, еще руки, то есть, опираться. Ну, сначала он вышел вроде как на них, опирался. А потом, когда вот в очереди стояли, он пошел, как бы, двумя ногами идет, а они просто, как бы, в руках у него. Мы даже уточнили, может, он хотя бы хромал. Нет, уверенно заявил Артем. Я не заметил, что он хромает. Он шел, палка одна в левую, одна в правой руке у него. Если он поднялся на пятый этаж, то есть, понимаете, он передвигается, не палочки у него, потому что, ну, они чисто так. Может быть, где-то он, конечно, на них опирается, но... Ну, двумя ногами он шел, двумя ногами. Муж одной из девушек, Артур Бурлаков, попытался оспорить решение Котловского суда о переносе заседания на неопределенный срок. Вчера апелляцию рассмотрел Архангельский областной суд и отклонил ее. Об этом Артуру сообщили по телефону. На сайте суда соответствующее решение еще не опубликовано. Казалось бы, где Ефремов, а где Князькин. Но первый, знаменитый, богатый, со связями, при этом публично растоптан, престижен и отправлен на зону на 8 лет. А второй, никому неизвестный ухтинский парень, который не раскаялся, не извинился, не признал вины за то, что три человека погибли, и никто не может заставить его предстать перед судом. Да и в Ухте мало кто знает о его котловских подвигах. Среди моих знакомых никто местный, никто не отсылал это. Я вот это сам увидел только в котловских новостях. А здесь, в принципе, нет. Такого не было. Так может помочь Князькину хотя бы стать популярнее? Давайте сделаем максимальный перепост во все городские паблики Ухты. Должны же там знать своих антигероев. Светлана Дейнека, КотНьюз.